Здравствуйте, дорогие мои. Blizzard анонсировали 9.2. За окном ночью я постараюсь говорить потише, чтобы не тревожить своих соседей. Мы сегодня разберём с вами всё, что Blizzard нам рассказали про 9.2, почему некоторые новостные заголовки, скорее всего, не совсем корректны, и Blizzard от нас, возможно, что-то ещё скрывают. Дополнительно обсудим, и, собственно, что от нас скрывают. Поехали обо всём по очереди. Ну, во-первых, будет новый рейд. В новом рейде в первую неделю будет доступ... первого недели вообще ничего не будет, а вот на вторую неделю будет 8 боссов, а потом будет 11 боссов. Blizzard сказали, что сюжетно они сначала хотят, чтобы мы победили 8 боссов, а потом, опять же, сюжетно, последних трёх боссов. Поэтому они... ну, то есть, логично там мы, скорее всего, будем, ой, убейте вот этого, и мы идём, убиваем 8 боссов, а потом, короче, следующая глава сюжета, херак, мы идём, убиваем ещё трёх боссов. Вот, как бы, поэтому они разнесли этот контент. Это, кстати говоря, тоже довольно интересная фигня, но мы к этому вернёмся. Самое главное, то, чему радуются игроки, Blizzard возвращают сетовые шмотки. Ура! Кроме того, сетовые шмотки можно будет получить не только в PvE рейдах, но и в мифик плюсах, и в PvP. И тут, на самом деле, не совсем это корректная формулировка, потому что, как я понял, всё-таки их можно будет получить только в рейдах. Но, кроме того, за валюту, PvP-шную или мифик плюсовую, вы сможете скрафтить себе шмотки в этой новой локации, вот эти вот сетовые. Но не то, чтобы вы их будете получать прямо за мифик плюс. Ну, то есть, в принципе, да, вы армите мифик плюс, получаете шмотки. Хотя, если мифик плюсовая, допустим, валюта, вот эти вот очки доблести останется та же самая, и на неё будут такие же ограничения, то, возможно, вы себе сетовые шмотки сможете скрафтить очень нескоро. Там очень большой вопрос к тому, как это Blizzard всё в итоге отбалансит. Вот, может быть, много, в общем, косяков. Не стоит сильно радоваться, те, кто не хотят ходить в рейды, но хотят сетовые шмотки. Надо ещё посмотреть, что у близов из этого получится. К списку мифик плюс данжей добавляется тазовеш. Я не знаю, там не написано про то, что это будет... Просто он очень большой, и поэтому предполагается... Я предполагаю, что они должны его поделить на две части. Так же, как это было с... каким-то монстом... с мехагоном, вот. Но пока близы, кажется, об этом ничего не сказали. Новая зона Зерат Мортис, и это именно та зона, о которой говорилось в фейковой утечке. Утечка всё ещё остаётся фейковой. Мои зрители помогли мне провести маленькое расследование, как люди, делающие фейковую утечку, угадали новую зону. Оказывается, многие НПС в Shadowlands упоминали о Зерат Мортис, и игроки, оказывается, давно предполагали, что мы именно туда направимся дальше. Угадали. Все остальные инфы... вся остальная инфа с утечки не подтверждается. В этом Зерат Мортисе опять будет дрочь, который называется на этот раз. Изучение языка этих просветлённых, кажется, просветлённая новая фракция. И вот там, значит, обитатели этого Зерат Мортиса говорят на новом языке, и мы будем вместе изучать этот язык, чтобы получать награды всякие новые, дополнительные. Скорее всего... Я не знаю, насколько это будет настолько же ужасно, насколько Кортия была ужасной, или всё-таки будет получше. Сама Кортия классная, очень интересная и так далее. Но проблема в том, что её нужно дрочить было, вот. И тем, кто, ну, активно более-менее рейдит, тем, кто узкого гильдия спрашивает, хорошие контуиты, в Кортии нужно было провести, типа, по часу в день на протяжении нескольких месяцев. Как бы немножко надоел. Я надеюсь, что Blizzard снова не сделают такой херни. Хотя, скорее всего, как раз всю херню, что можно сделать, они и сделают. Поэтому я говорю, не стоит торопиться, они нас ещё удивят. Есть ещё интересная тема. Очень много где написано, что Blizzard сказали, что 9.2 это последний патч, дополнение Shadowlands, но это не совсем корректно. Во-первых, эта информация взята из интервью, который, кажется, параллельно вот основным новостям, которые Близзе опубликовали, информационные издания опубликовали всякую инфу про интервью от Близзов, от разных участников Blizzard. И прямо на вопрос, будет ли патч 9.3, никто не ответил. То есть, смотрите, там задаётся вопрос в том числе, а будет 9.3? На что разработчики отвечают, что дополнение 9.2 будет финальным контентным дополнением головы истории World of Warcraft Shadowlands. То есть, да, может быть, 9.2 будет последним. И мы, кстати, многие это предвидели и говорили о том, что когда у Близзов начинаются какие-то трудности внутри компании, они выпускают не три дополнения, а два дополнения. Ну, два контент-патча крупных для, собственно, дополнения. Так, наверное, правильно формулировать. Вот, поэтому действительно многие ожидали, что на 9.2 всё и остановится. И кроме того о том, что на 9.2 всё становится косвенно, говорит вот это вот интервью Анахази Костаса, который говорил, что они не могут рассказать, что будет дальше после 9.2. И я говорил, что обычно так делается, когда дальше уже следующий контент, следующий аддон как раз-таки. Поэтому вроде как да. Но с другой стороны, почему они чётко, когда у них спрашивали про 9.3, не ответили на этот вопрос? Почему? Там есть, кажется, два интервью с разными разработчиками, и в обоих формулировка такая, что это последняя там глава в истории Shadowlands. Чё-то типа такого. Это очень странно. То ли они ещё сами не знают, возможно. Но что нам ещё говорит о том, что 9.2 — это конец, и, возможно, вот из-за проблем внутри Blizzard они не смогли сделать нужное количество контента. Как раз количество боссов. Во-первых, 11 боссов — это, ну, довольно много. Во-вторых, то, что они разделили их сюжетно, это тоже немножечко намекает на то, что, возможно, изначально это было два рейдовых инста в их первоначальных планах. Нам сначала вот в первую неделю рейдовую показывают кусок 9.2 контента, истории типа, а во вторую нам уже как раз запихивают то, что должно было быть в 9.3, запихивают сюда же в качестве последних трёх боссов и показывают этот кусок сюжетный. Именно поэтому они такие, ой, мы выпустим не всё сразу, мы выпустим вот так вот по очереди, чтобы это сюжетно обосновать. Да, это очень логично. Но почему разработчики чётко не ответили на вопрос, будет ли 9.3? Возможно, они не знают. Возможно, они сейчас думают о том, что типа, бля, пиздец, мы ничего не успели, короче, ведь Shadowlands похер запихнули в 9.2, а потом сейчас будем разбираться, пытаться понять, что нас ждёт дальше. А возможно, просто, ну, после 9.2, действительно, Shadowlands закончится, там будет ещё какой-нибудь 9.2.5, в котором уже начнётся эвент следующего дополнения. Ну, там, я не знаю, атака нежить, ещё какая-нибудь херня очередная. 9.3 минус в Shadowlands не будет. Либо вылезет древний бог под 9.3. Ну, то есть, почему мы, почему я предполагаю 9.3? Потому что зачастую, действительно, в разных аддонах есть сначала какая-то основная история в разных аддонах World of Warcraft. То есть, допустим, Орда там дерётся с Альянсом, да, и разная херня вокруг этого происходит. А потом хуяк, последний контент-патч, ты вообще, вроде, вообще в другое место, там, как-то, начинает происходить своя новая дресня, и ты идёшь драться с древними богами. И, в принципе, действительно, можно сказать, что первые две главы... Я про BFA сейчас говорю, я хотя плохо знаю лор BFA, потому что я его так проскакал очень быстро. Первые две главы, в какой-то мере, ты действительно пропускаешь... Ну, они закончены уже, и сражение с древним богом и со всякими там видениями это совершенно что-то новое. Поэтому, ну, я, короче, буду из тех, кто думать будет, что теперь 9.3. Мы ждём, но в 9.3 совершенно другое. Короче, я чё хочу сказать? Главная эта мысль. Формулировка, что разработчики сказали, что 9.2, последний контент-патч этого аддона, она не верна. Они этого не сказали. Ну, то есть, мои догадки верны или не верны, это не важно. Важно, что они этого не сказали как раз-таки. А ещё мне там в самом низу дописано PvP. Чё-то там в PvP, короче, изменили, теперь можно вставать не в РПК, я чё-то... Ни хера не понял. А, ну ещё я, кстати, ещё хотел поговорить. Я хотел сказать пару слов, ну, собственно, про... Что я про это думаю? Дрочь какого-то языка, новой валюты, новой награды, херня меня заебала после корти, извините, это такая вот травма, призердам придётся постараться, чтобы хорошо сделать. Визуально, как выглядит Зерд Мортис новая зона, ну, типа норм, но вообще похоже на то, как будто бы Кири покрасили. Ну, у Кири там такое всё бледненькое, но стильно, заебись. А вот Зерд Мортис, как будто Кири дали ещё зелёного цвета. Ну, локации Кири дали зелёного цвета. Не знаю, надо посмотреть. Как-то Кири показывали, мне тоже казалось, что хуйня. Когда я там сам оказался, оказалось, что вот прям очень стильно, прям идеально. Посмотрим на Зерд Мортис. И что мне больше всего не нравится в этом дополн... Вот прям отвратительно в этом контент-патче, извините. Это сетовые наборы. Посмотрите на это. Вот здесь вот сетовый набор. Я не знаю, кого тут. Охотник, кто-то ещё там. Паладин, по-моему. Кто, блядь, из них охотник? Кто паладин? Чё это за хуйня? Это просто какая-то... Да, оно по стилю подходит к тому, что у нас сейчас происходит в Shadowlands. Хотя в какой-то мере в предыдущем, вот в 9.2 у нас что-то так же выглядящее. Оно серо-чёрно-золотого цвета какого-то. А сейчас оно золото-бело-светло-белого цвета. Светло-белый цвет, отлично. Светло-серого цвета, вот. То есть, я не говорю, что там те же самые модельки, но оно визуально очень похоже. И да, это как Shadowlands. Но вообще абсолютно даже не пахнет тем, что как-то сетовый набор привязан к классу. Если вспомнить, как выглядели сеты раньше. Я не знаю, наверное, были и более неудачные сетовые наборы. Я просто все их не помню, потому что я много контента в World of Warcraft пропустил. Но, блядь, это как-то... Ну, это... Окей, если есть люди среди вас, которым нравятся сетовые наборы, давайте так, как они выглядят визуально. Напишите просто в комментах. Я ваш коммент там полайкаю, чтобы он был повыше. Посмотрим, сколько вас сосчитаем. По-моему, все очень недовольны. В целом здорово, что будет сет. И, конечно, у нас есть трансмог, и все нормально. И вот, блядь, придумали какие-то сеты. Ну, блядь, ну можно было там, я не знаю, хантерам... Ну, вроде у хантеров какая-то шапочка, там чуть-чуть к зверю какая-то, какая-то отсылка. Ну, варлоки или там присты, или паладин, я даже хуй знаю. Что из этого варлок? Где прист? Где паладин? Я не знаю. Сделать такие рожи демонов у варлоков, я не знаю. Светящиеся сферы у пристов. Ну, блядь, ну стандартная эта хуйня. Как-то вообще Близзард плохо поработали, в общем, я недоволен. Мне кажется, что они собрали эти сеты уже из готовых моделек, которые... шмоток, которые были на мобах, там в разных локациях и так далее. Уже нам встречались. Просто перекрасили их в такой белосветлосерый, и все, и одели красивенько на персонажей. Вот сеты готовы. Кажется, это все, что на данный момент про 9.2 известно. Я напомню, я это видео записываю ночью, и сейчас я, наверное, ночью его прям смонтирую и выложу. Возможно, что-то новое скоро будет известно. Будем следить за новостями. Большое спасибо, что посмотрели видос. Вы красавчики. Спасибо отдельно, я на Коджи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok